Послание отца Абсолюта 4 мая 2021 года Медицинские импланты Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим еще об одном феномене, возникшем благодаря современной медицине. И речь пойдет о разного рода имплантах, которые сейчас уже тоже поставлены на поток. И если одни из них, например, зубные импланты, возникли как один из видов протезирования, то так называемые косметические импланты скорее как способ зарабатывания денег за счет людей, поддавшихся на рекламные трюки дельцов от медицины. К сожалению, в основе такого желания лежит издавна культивируемая в человеке жажда иметь идеальную внешность даже за счет потери своей индивидуальности. Именно на поголовное обезличивание направлен модельный бизнес и навязываемые людям стандарты красоты, которые льются на них со всех сторон со страниц модных журналов, экранов телевизоров, рекламных роликов. Словом, все средства массовой информации направлены на то, чтобы создать в умах молодых людей некий стандарт красоты, к которому им следует стремиться. В результате у некоторых людей, которые под такой стандарт не подходят, вырабатывается комплекс неполноценности, и чтобы избавиться от него, они решаются на изменение своей внешности, не задумываясь о последствиях содеянного. В моем недавнем послании уже говорилось об энергетическом, моральном и физическом ущербе от пластических операций, поэтому сегодня мы подробнее остановимся именно на имплантах, внедряемых в физическое тело человека, и об их влиянии на него. Многие женщины, мечтая обрести пышные формы, решаются на увеличение тех или иных частей своего тела, пытаясь тем самым обмануть природу. Они искренне считают, что это поможет им привлечь к себе внимание мужчин, а значит обрести свое женское счастье. И вот их мечта сбывается, им вставляют импланты, они обретают желанные формы. А что же происходит с их телом, с энергетической, божественной точек зрения? Как вы уже знаете, любое искусственное вмешательство в энергетическое, а уж тем более физическое пространство человека, нарушает его тонкоматериальную структуру, целостность его природного естества, тем самым искажая его божественную суть. И когда в живую, здоровую плоть человека внедряется народное тело искусственного происхождения, его устоявшаяся тонкоматериальная структура искажается настолько, что сбиваются природные ритмы работы всего его организма. Так, вследствие изменения положения кровеносных сосудов, нарушается его кровообращение, также смещается со своих привычных мест мышечной ткани, в результате чего происходит их уплотнение, а порой частичная атрофия. Это похоже на то, как человек пытается втиснуть в прекрасный божественный сосуд своего тела, в котором все уже идеально подогнано, нечто лишнее, что явно в него не вмещается, но он все же заталкивает его туда буквально ногами. И, конечно, такое энергетическое и физическое насилие над своим организмом, искажающее не только его тонкие тела, но еще и физическое, не способно изменить жизнь человека в лучшую сторону и сделать его счастливым. Так, на пышные формы, как правило, реагируют совсем не те мужчины, которые предназначены этим женщинам судьбой, а значит, сбивается вся кармическая цепочка их нынешнего воплощения. Не добавляет им счастья возникающие проблемы со здоровьем, которые в подобных случаях неизбежны. Что же касается зубных имплантов, то, несмотря на уже отработанной технологии, они тоже несут в себе потенциальную опасность, поскольку имеют отличную от родных зубов человека волновую природу. И здесь очень важно энергетически выровнять их, настроить на усредненные вибрации своего организма. И в дальнейшем мы поговорим об этом более подробно. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Возрождения. Работа! Работа!